Всем привет! Сегодня будем готовить наше любимое блюдо. Это шоколадная колбаска. Его очень хорошо готовить к новогоднему столу. Для этого нам понадобится печенье, топленое молоко. Выбрали топленое молоко, потому что оно очень рассыпчатое и сладкое. Потом яйца, сливочное масло, какао-порошок для привкуса, молоко и грецкие орехи. Перед тем, как мы приступим, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставляйте комментарии. Сначала начинаем с печенья. Для шоколадной колбаски я взял две упаковки печенья топленое молоко. Сейчас мы его будем крошить на мелкие части. Основную нашу массу шоколадной колбаски, кроме печенья, будет также еще составлять грецкие орехи. Мы грецкие орехи сейчас также мелко поломаем и потом все это перемешаем с печеньем. Так как у нас печенье очень рассыпчатое, поэтому, чтобы его немного связать, мы добавим еще три яйца. Для этого мы сделаем в середину небольшое углубление и туда разобьем яйца. Теперь переходим к следующему этапу, это приготовление нашей помадки. Рецепт очень прост, поэтому сами попробуйте и в этом убедитесь. А для помадки нам понадобится две упаковки сливочного масла, две столовые ложки какао, потом я кладу еще 100 грамм сахара, правда сахар вы будете себе класть по вкусу, и 6 столовых ложек молока. И потом все это помешиваем на медленном огне. Вот такой вот консистенции должна получиться наша помадка. Нашу готовую помадку сразу всю не выливаем в печенье вместе с грецкими орехами, а делаем это в несколько этапов, то есть немного налили, перемешали, потом опять налили немного помадки, перемешали, и так делаем раза 3-4, чтобы печенье вместе с грецкими орехами равномерно пропиталось нашей помадкой. Все, мы размешали, теперь будем переходить к самому главному, это формировать колбаски. Я испробовал много методов и пришел к выводу, что самое хорошее это формировать кулечки, поэтому я выворачиваю аккуратно пакета, чтобы было видно дно, и туда выкладываю наш продукт. Теперь мы сворачиваем наш пакет и разравниваем. И самое главное так, чтобы там было все заполнено не воздухом, а именно продуктом. И кладем после этого в морозилку на 4-5 часов. Прошло 5 часов, достаем нашу колбаску из морозилки. Вот такая у нас она аппетитная получилась, и самое главное вкусная. Сейчас мы ее разрежем и положим аккуратно на тарелки, чтобы выглядело красиво. Обязательно пишите в комментариях, какие вы используете методы приготовления этой шоколадной колбаски. Нам будет очень интересно. И также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok